Учёные бьют тревогу. Неизвестно, как дело повернётся, может ледниковый период начаться. Если человечество не предпримет реальных действий, в ближайшие годы нашу планету ждёт климатическая катастрофа. Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку. Как её избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище сталь. Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения. Слушайте по пятницам на радиоболтком авторскую программу Константина Рангса «Климат-контроль». Действительно, только что называется «Открыть ящик Пандоры». Ещё раз всем доброе утро. Журналист, морской геолог, учёный, журналист, пишущий о науке Константин Рангс с нами на прямой связи. Доброе утро, Константин. Доброе утро, доброе утро всем. Мы сегодня договаривались поговорить, мы затрагивали уже в прошлых, конечно, наших программах тему пластикового мусора, поскольку во времена пандемии внезапно оказалось, что пластик, с которым так долго боролись, внезапно оказался очень востребованным. Это и службы доставки, это и магазины, где необходимо каждое зёрнышко обернуть в отдельную упаковку, чтобы снизить риск заражения ковидом. И много ещё других всевозможных применений пластику, который вроде бы был врагом номер один общества, но тем не менее сейчас нас спасает от заражения. Вот как найти какую-то золотую середину и планету не загадить, и в то же время избежать заболеваний, вот на эту тему мы сегодня собирались поговорить. Добрый день ещё раз. Ну, конечно, знаете, как говорил в своё время знаменитый златоуст Черномырдин, никогда такого не было, и вот опять. То есть, в принципе, да, действительно, полтора года назад тема пластика, она была, так скажем, у всех на устах, огромное количество этого самого пластика, огромные, реально огромные острова искусственные, из пластмассы, плавающие в океане. Это мусор, который выбрасывают, он плавает, он разрушается, превращается в так называемый микропластик. А этот микропластик мы поедаем, ну, с мясом рыб, да, и в результате, собственно говоря, возникают вопросы, как он влияет на наше здоровье, на здоровье человека. Сами на мусоре, а через некоторое время, когда всё это прошло, мы это получаем назад. В общем, действительно шли разговоры о том, что нужно от пластика здорово так и энергично отказываться. Но, как вы заметили, действительно выяснилось, что одноразовая упаковка крайне нужна в условиях эпидемии. Ковид как бы спутал все карты, но, тем не менее, он и как бы обострил проблему. Например, обнаружилось, что те же самые маски, которые, по идее, нужно в течение дня, вот медицинскую маску, нужно менять, если ты бываешь на работе, четыре раза в сутки, ну, примерно через каждые два часа. Эти маски выбрасываются, это синтетика, они разлагаются очень плохо. Вот, в общем, вот ещё один дополнительный источник заряжения. Но, и кроме этого, опять же, посуда одноразовая гораздо безопаснее в данном случае, чем многоразовая посуда. Поэтому количество стаканчиков, тарелочек, вилочек тоже увеличивается. Мы видим, сколько людей, сейчас службы доставки, сколько вообще по городу ездят различных курьеров, которые доставляют еду. И, опять-таки, всё это обёрнуто, завёрнуто в отдельных упаковках. Это всё, опять-таки, пластик. Да, и именно поэтому в Европейском Союзе опять начали говорить о том, что, причём-то с тревогой, о том, что ситуация вырывается из-под контроля. И ведь это касается не только Европы. Нужно что-то делать. Очевидно, в связи с тем, что есть такой мощный европейский тренд, пусть как бы спускаются сверху из Брюсселя, и наш кабинет министров на уходящей неделе уже тоже провёл соответствующие мероприятия, соответствующие заседания, разрабатывая положение о том, как мы должны будем у нас, в Латвии, жить и существовать с этим самым пластиком. Затем, единственное, у нас вот очень долго дозванивается сразу же слушатель. Здравствуйте. У меня немножко с другой стороны вопрос про отходы. Вот японцы построили там какие-то дома, здания на отходах, они засыпали часть моря. Скажите, а вот то, что эти отходы лежат на дне моря, вернее, не лежат, на них построили, из них не будет никакого под воздействием моря, может быть, какие-то элементы химические начнут выделяться. Это безопасно или нет? Спасибо. Ну, вы знаете, уважаемая, так как японцы сортируют свой мусор, как бы всем бы так. Дело все в том, что они засыпали морскую акваторию отходами, которые трудно, так скажем, даже представить обыкновенному человеку. Прежде всего, это строительные отходы, это бетон, это неиспользованные материалы, которые были переработаны. Там не было вот этих отходов. То есть, условно говоря, отходы, имеющие химическую активность, туда не высыпали. Но, во всяком случае, так считается. И уж тем более, туда не сыпали бытовые отходы. Можно сказать, что, по словам, ведь отходы, понимается же, очень много. И, например, битый кирпич, от которого никакого вреда нет, он же тоже отходы. Так что за эти территории, тем более, там ведется постоянный экологический контроль сейчас. Я так думаю, что нам нужно к нашему пластику. Да, вернуться, кабинет министров сейчас разрабатывает специально, да, вот законопроект, я понимаю, который попытается каким-то образом откликнуться на директивы Брюсселя. Вот мы на этом остановим. Он разрабатывает, потом это перейдет в Сейм, и его придет, нужно будет утверждать. Вот, может быть, именно поэтому депутат Сейма Николай Николаевич Камбанов опубликовал в неделе свой материал, который посвящен был как раз этому самому документу. Поскольку, несомненно, что этот документ вызовет очень большой отклик в обществе. Просто мы еще как бы плохо сейчас себе представляем, как может измениться наша жизнь, когда нам придется внимательнейшим образом сортировать свою посуду, свой мусор. Это раз, это обязательно. Второе, нужно учесть, что, например, очень многие неожиданные предметы вдруг окажутся, так скажем, под рестрикциями. Например, вот идет речь о том, что делать рыбакам. Ведь их сети, это же тоже синтетические материалы. Они же дальным давно уже хлопчатобумажными или иными сетями не пользуются. А как быть, в мире остается в океане, точнее, огромное количество утерянных сетей. Подорожает ли рыба? Понимаете, вот вроде боремся с пластиком, да, а на рынке может подорожать рыба, потому что поймать ее станет гораздо сложнее. Между тем, у нас есть возможность как раз все эти вопросы задать непосредственно от Николая Николаевича Кабанову, депутату Сейма, который с нами на прямой связи по телефону. Добрый день, Николай Николаевич. Добрый день. Ну, вот вы как раз в своем материале коснулись вот этого положения, постановления Кабинета министров. Расскажите, пожалуйста, что нас ожидает? Ну, не совсем это постановление министров. Это законопроект, который Кабинет министров утвердил вчера. Происходит перенятие или, так говорят, имплементация законодательства Европейского Союза касательно оборота пластика. Закон изделий, содержащих пластмассу, достаточно компактный по латвийским меркам, около 14 страниц, с большой аннотацией. Он вводит до 2024 года, вменяет в обязанность физическим и юридическим лицам Латвии отказаться от столового ряда пластмассовых изделий, начиная от палочек для очистки ушей, затем столовых принадлежностей, таких как вилки, ножи, стаканчики, тарелки, соломка для натиптов, также различные палочки для баллонов, для воздушных шариков, упаковка из полиэстирола, пластиковая для пикников, ну и так далее. То есть целый ряд материалов, из которых в течение года по подсчетам в Латвии образуется около 30 тысяч тонн отходов. Ну это страшная цифра на самом деле, и достаточно выйти в любой пригородный лес, чтобы обнаружить все эти дикие совершенно свалки и уничтожающие природу отбросы. Но вместе с тем, я изучив эти документы, не нашел в них нескольких моментов. В частности, Министерство среды регионального развития не появило подсчета экономических последствий этого закона. То есть сколько миллионов евро придется потратить отрасли общественного питания и отрасли производства пищевых продуктов для того, чтобы заменить эти пластиковые изделия на дружескопереводе. Как мы полагаем, вероятно, это должны быть бумажные изделия или картон. С другой стороны, картон и бумага, они тоже грязняют природу в течение обозримого времени. Они валяются и не гниют. Это пройдет год. Соответственно, это там быстро разлагаемая продукция. Как это все будет производиться? Кто в Латвии это будет выпускать? Ну, об этом ничего, конечно, в законе, в аннотации к нему нет. Мне кажется, что здесь для Латвии открывается окно возможностей, поскольку мы страна лесная, у нас появляется большое количество древесины, отходов древесины, и, вероятно, промышленники могли бы наладить выпуск всех этих замещающих пластмассу изделий, тканчиков, вилок и так далее и тому подобное. Но для этого, опять же, необходимы инвестиции в оборудование, в технологии. То есть с нуля предполагается создать большой сектор, скажем так, повседневных товаров. Пока ничего этого нет. Переходный период, как я уже отметил, до 2024 года, ну, придется предпринять титанические усилия, чтобы выполнить эти нормы. Скажите, пожалуйста, а вот как вы думаете, какие перспективы принятия этого законопроекта в Сейме? Его легко, он легко может пройти? Я думаю, что он будет принят, поскольку, ну, во-первых, 70% законодательства Латвии, оно перенимается у Европейского Союза практически безо всяких изменений. Здесь возможны какие-то поправки, да, со стороны групп интересов, лоббистов. Может быть, будут пытаться подвинуть его по срокам через какие-то фракции. Ну, говоря о своих фактах и согласии, я могу сказать, что мы, конечно, двумя руками за экологию. Ну, вместе с тем мы хотим, чтобы закон не был просто механическим перенятием европейского законодательства, а все же пояснял, каким образом мы достигнем вот этой зеленой Латвии, о которой мы мечтаем. Но ведь здесь как раз вопрос вот кнута и пряника. Не получится ли так, что для нас будет только кнут, а вот пряник в виде, ну, денег, которые необходимы для вложения в новые технологии, для развития, вот, производства бумажных, разлагающихся всевозможных изделий, мы так и не получим? Вопрос в том, что очень большие штрафы, конечно, в этом законопроекте, там, до 7 тысяч евро для юридических лиц предусмотрены штрафы и вменяется также в обязанность выплачивать такие, как бы, пошлины за использование вот этого пластика, уже вмененные, да, и вне зависимости от того, сколько ты его, значит, употребляешь. Кажется, что здесь пошли действительно по механистическому пути и стараются заместить деньгами тот урон, который происходит. Все же, я думаю, что, ну, со временем сознание будет меняться, да, и вот давайте все-таки вспомним нашу жизнь, она не такая короткая уже. Пластик вошел в нашу повседневную, в наш повседневный обиход сомнительно недавно, то есть, ну, где-то четверть века. Мы живем с этими пластиками предметами вокруг нас, потому что до начала 90-х годов стаканчики были картонными, мы всегда пользовались, когда мы выезжали на природу, какими-то взятыми с тобой, не знаю, котелками, кружками и так далее. Если мы вспомним действительно саму природу отношений человека и, скажем так, свободного времени, да, ну, люди всегда с собой брали какую-то посуду, которую потом привозили домой, мыли и тому подобное. И, конечно, все-таки не нужно забывать еще и второй закон. Закон об упаковке. Это закон, который уже принят и который уже начал действовать. Этот закон предусматривает введение залоговой цены за ТАО и возможность сдать в автоматах простилые бутылки. К сожалению, несмотря на то, что закон этот принят, мы не видим его выполнения сейчас в Латвии, потому что дело за 100 прорывов за бизнесом. Бизнес, видимо, не заинтересован в том, чтобы развивать эту сферу, устанавливать эти автоматы. Как это все будет происходить, для меня неведомо. Закон принят, мы все равно еще не стало. То есть, все эти же самые банки, пуховка, все это валяется. Депутат Сеймон Николай Кабанов, я напомню, с нами на полевой связи. А вот скажите, пожалуйста, ведь все равно все говорят о том, что может случиться какая-то уже, не знаю, четвертая, пятая волна, может прийти какой-то новый вирус. И вот, например, рестораны, которые работают удаленно, ну, неужели они должны будут брать за логовую стоимость, вкладывать тарелки, которые, значит, люди должны будут помыть и вернуть в этот ресторан. То есть, в любом случае, нужна какая-то одноразовая упаковка для того, чтобы доставить еду до дверей дома, и человек мог съесть. Я хочу сказать, вот, помните, несколько лет назад уже начался процесс вымывания вот этих вот мешков из супермаркетов. Буквально там, не знаю, может, 10 лет назад получить мешок, это было совершенно нормально, бесплатно его давали. Сейчас же все это за деньги. Для нас это совершенно нормально то, что мы платим деньги за эти пакеты или не платим и пользуемся своими какими-то многоразовыми тканями или там авоськами какими-то. Вместе с тем, ну, материалы тоже, из которых изготавливаются эти пакеты, они, скорее, более, скажем так, разлагаемые, менее устойчивые. Даже если пользоваться этим пакетом, он быстрее разлется, да? То есть есть какие-то медленные подвижки вот в этом прогрессе. Есть система, вы правильно упомяете, вот, пандемию, да, она стала гигантским фактом загрязнения окружающей среды. Миллионы, десятки миллионов масок, респираторов, потребленных только в одной Латвии. Они же никуда не вели, ну, физически, да, они не такие быстро разлагаемые, чтобы вот так вот буквально исчезнуть за несколько месяцев. Поэтому они везде валяются, конечно. И десятки тысяч тонн дезинфицирующих средств, которые закупались в Китае, на Украине, они тоже не улучшили содержание наших вод. Так что, к сожалению, да, пандемия остается фактором загрязнения. И вот этот момент в законе совершенно не отмечен. Вообще, мне кажется, Европейский Союз еще до сих пор не понял, что делать с этим нашествием масок, да, с этими миллиардами одноразовых, ну, юридически мы должны, скажем, один раз этих масок, что, ну, возможно, будет какой-то новый закон еще и о масках. Ну что ж, нам остается тогда ожидать этого самого закона, который непременно появится. Спасибо большое, спасибо, Николай Николаевич Кабанов. Депутацией мы с нами были на прямой связи. Хорошего дня. До свидания. Ну вот, давайте тогда опять вспомним, знаете, закон приняли, да, о возврате Тары, а воск, как говорится, Тара и ныне там. Я сейчас просто хочу сказать, что еще 20 лет назад я был поражен, когда в Финляндии никак не мог понять, куда девается после праздников, когда сотни тысяч людей на природе, куда девается через полдня мусор. А потом увидел сам, как идут огромное количество людей, которые эту самую пустую Тару, бутылки тогда были, стеклянные и пластиковые бутылки, аккуратно все собирают и куда идут? В универсамы, в торговые центры, где кидают эти бутылки в автомат, в банки и получают полновесные деньги. Тогда еще марки были. И вот самый, казалось бы, простой способ. Но вопрос ведь заключается в том, какая будет залоговая цена этой посуды. Обратите внимание, вот, допустим, полуторалитровая бутылка из-под газировки финская и латвийская. Латвийская очень тонкая, ее даже, когда там уже газа меньше, ее наливать неудобно. Она перегибается в руках. А финскую, ну, знаете, такая вещь, окно разбить можно, так скажем, если хорошо метнуть. Почему? Она изначально делается толстой в расчете на то, что она будет прокручиваться несколько раз. И такая толстая бутылка стоит сейчас, по-моему, 40 центов залоговой стоимости. Вы подумайте, что, допустим, вы покупаете за 56 или там за 60 центов бутылку воды и плюс добавляете к ней 40 центов залоговой стоимости. В этом случае вы, несомненно, не будете ее выкидывать, а пойдете и сдадите. Если же назначите залоговую стоимость 5 центов или, может быть, 10 центов, то особого желания завозиться с этой бутылкой у вас не будет. То есть вот как раз вопрос-то не просто, как я понимаю, сделать, выдать закон. Но ведь нужно же еще действительно и разработать порядок, вот как вот господин Кабанов заметил. Нужно же еще порядок создать, который как раз и подтолкнет и создаст вот этот механизм, чтобы он был логичным. Кто у нас сейчас готов сдавать? Сейчас я изменяюсь на звонок. Да, здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Вот очень приятно было услышать, что такой закон есть. Но вот господин Рангсон говорит, что дело в залоговой стоимости. Я просто уверен, что если бы были вот эти пункты, автоматы установлены, то даже за 5 центов, значит, все леса наши были бы очищены. И тем более проблема с сортировкой мусора была бы сильно упрощена. Но пусть вот кто-нибудь, хоть депутат, хоть вообще любой человек назовет хоть одну точку, где можно сдать пластиковую тару. Спасибо. Спасибо. Ну, нет, так я же не против. Как раз в том-то и дело, что в Финляндии были поставлены такие жесткие рамки перед бизнесом, перед торговым бизнесом, что им пришлось просто-напросто потратиться на создание пунктов приема тары, в данном случае автоматы. Это дело-то ведь и дело пошло. То есть ведь невозможно же надеяться на то, что просто-напросто тот же самый бизнес из доброты по доброте душевной начнет что-то вкладывать, если он не сможет с этого получить. Ведь прибыль. Или какие-то, допустим, другие экономические преференции. Или, может быть, еще что-то. Но просто мне кажется, что нужно учитывать реальную возможность. Вот так и хочется спросить, сколько людей готово у нас идти за пивом с бидончиком? Ну, не хотите бидончик алюминиевый, можете взять бутыль какую-нибудь стеклянную. Когда-то ведь ходили, на моей памяти я прекрасно помню, и брали, и трехлитровые банки носили с собой в авоське. Ну, вот хотелось бы услышать. Вот есть люди, которые вот сейчас, например, бы отказались от того, чтобы брать пиво в банках алюминиевых, кстати, самое такое легко перерабатываемое сырье, или, например, вот в бутылках пластиковых или стеклянных. А ходили бы вот именно брать пиво на разлив. Ведь самое интересное другое, у тебя же не только одно пиво, молоко, масло. Огромная масса товаров, которые теоретически, и мы, что теоретически, мы действительно помним, как их продавали на развес и на разлив. Сметана, да, та же самая. Да, сейчас это все увидеть можно только на рынке, ну, допустим, на том же центральном. Но это уже как такое, уже превращается в такой своего рода, как шоу. А вот есть действительно, вот пришел в магазин, а там вместо вот этих вот всевозможных распакованных товаров как раз все самолейка. Но дело ведь все сразу возникнет в том, что ведь, как вот вы заметили, товары ведь сейчас упаковывают даже булочки по одной штуке, да. Не просто ведь так, а вот именно для того, чтобы защитить от осаждающихся микрочастиц, на которых может сидеть опаснейший вирус. То есть тогда пленка, нужно говорить так, тогда должна быть пленка, которая, так скажем, с одной стороны защищает булочку от того, чтобы на ней всевозможные капли не осели, а с другой стороны, чтобы она была экологически безопасной. Но ведь еще, да, мне просто кажется, что сразу вот мы, если вернуться к тому, что необходимо носить с собой, получается, тару в магазин, ведь какой абсурдной ситуации выглядит. Как раз таки в советское время было достаточно большое количество людей, которые тратили, в рабочее время шли по магазинам, то есть там тратилось огромное количество человек часов вот этой энергии полезной на то, что люди ходили, добывали что-то в магазинах. И вот готовы ли мы вернуться к этому снижению, ну это практически ведь коэффициенты полезного действия, то есть вот готовы ли мы вернуться в те времена и брать с собой, например, уходя на работу, что вот после работы я зайду в магазин, и мне придется с собой взять трехлитровую банку для пива, полуторалитровую банку для молока и еще пару баночек для сметаны и для чего-то еще. Вот с этими банками я должен буду прийти на работу после работы дойти до магазина и там вот разлить все по емкости. Мне кажется, это очень такое, ну энергозатратное. Либо вариант, что вы покупаете все это упакованное в многоразовую тару, которую потом перейдете с этой тарой к магазину, и прежде чем зайти в магазин, вы заходите, ну вы можете в кассе обналичить, либо это будет зачтено в общий счет, и дальше вы уже идете в магазин и покупаете продукты опять в новой многоразовой таре. Нет, можно и так устроить. Мне просто кажется очень забавным, что где-то 30 лет тому назад была масса родителей за пластик, как это все хорошо, прогрессивно. А у нас здесь совок такой, вот мы тут с бидончиками, с пластмассовыми бутылками или стеклянными моем их, какая-то все ерунда, отсталое время. А оказалось через 30 лет, что то было очень правильно. Имеется в виду вот такое вот отношение к природе. Кстати, мне приходилось говорить с людьми, которые объясняли, что вот эти все эти залоговая цена в советское время вводилось именно для того, чтобы не валялось таро-стекло на улице. Потому что для пивного завода, это говорил человек, который был главным инженером пивного завода, который производит пиво, он говорил о том, что для их завода было дешевле покупать новую тару, новые бутылки, чем получать бутылки, брать, которые прошли мойку. Мои промытые вернувшиеся бутылки, они стоили дороже. И тем не менее, они должны были использовать возвратную тару. Это было такое постановление. Да, у нас звонки. Здравствуйте. Добрый день. Я вот с Константином Абранцем полностью согласен насчет возвратной тары и насчет стоимости этих бутылок. Вы понимаете, вот тогда действительно, вот как сейчас помню, молочные бутылки, вот это среднего размера 15 копеек, вот эти по 20, это литровые молока, вот это по 12, пивные бутылки. Они просто так не выбрасывались. Там на море лежишь, вот пивом обставился, выпиваешь, а за тобой уже из-за кустов сбыли, откуда-то эти бутылки денешь. Они не залеживались, они нигде не валялись. И это, понимаете, она тут же это все возвращала. А вот насчет пластика, вот насчет этих всех, вы понимаете, если не говорить про эти большие кульки, не говорить про пластиковые бутылки, а просто посмотрите, вот сейчас покупаешь продукты, абсолютно каждый продукт в этой мелкой оболочке. Я думаю, все эти мелкие оболочки, все эти мелкие упаковки, они создают для природы больше вреда, чем эти. Большие-большие, там увидишь, уберешь. А эти мелкие, они выкидываются, никто не имеет. Их просеивать тогда надо. Сразу еще один звонок. Здравствуйте. Добрый день. Я хотела сказать о банках, бутылках, которые надо будет утром с собой брать и везти на работу, чтобы после вечера зайти в магазин. Хочу сказать, что сейчас у нас большинство жителей Латвии пользуются автомобилями. И совсем нетрудно утром взять в сетку и закинуть в багажник эти свои бутылки, чтобы вечером отоварить. Это первое. Теперь на полках-магазинах возле простой пластиковой посуды белой, да, обычной, сколько мы пользуемся, появились коричневые стаканчики, чуть-чуть по центу два дороже, вилочки и ножи. Значит, у нас что-то уже идет вперед. Спасибо. Вот я хотел бы отметить, что, конечно, существует, когда мы вытягиваем, как говорится, вытянут хвост, голова, передние ноги, задние завязали, как в истории Тришки Мехака Кафтан, мы говорим о том, что мы сокращаем выбросы пластика. Но специалисты, в данном случае я отсылаю к исследованиям датских и финских специалистов, выяснилось, что пластиковый мешок, вот они взялись за мешок, который в магазине выдают, гораздо экологичнее, чем мешок, сделанный из бумаги, и уж гораздо многократно, в сотни раз экологичнее, чем мешок, сделанный из ткани. Почему? Потому что одно дело, когда вы считаете вот именно вред самого пластика, вот сколько его. Но дело все в том, что, когда вы начнете считать, какие требуются энергозатраты для того, чтобы сделать бумажный пакет, сколько будет потрачено электроэнергии, химикатов, сколько будет... Изготовление бумаги довольно-таки вонючий процесс, и не просто вонючий, там загрязнение среды есть. Потом, сколько будет потрачено, выброшено углекислого газа в процессе производства. И самое главное, этот бумажный пакет, разлагаясь, тоже выбросит в атмосферу и углекислый газ, и метан, который гораздо больше парниковый газ, чем углекислота. И получается, что вот в этой цепочке, по крайней мере на порядок, то есть больше, чем в 10, а то и 20 раз, бумажный пакет вреднее пластмассового полиэтиленового, а тканы, он вообще пожиратель пресной воды, потому что для того, чтобы сделать один легенький тканый, тканый из хлопчатобумажной ткани пакетик, нужно потратить только на орошение 200 литров чистой питьевой воды. Я уж не говорю, сколько выбросят, сколько потребуется электроэнергии, для того, чтобы расчесать этот хлопок, соткать волокно, нитки, они сами ткутся, а потом это все еще на ткацких машинах собрать. И вот тут-то как раз возникает вопрос. Те ученые, которые считают выбросы по линии глобальное потепление, для них вот эта вот многоразовая упаковка, вся органическая, она весьма сомнительна, так скажем, сомнительна ее пользы. Те, кто занимаются исключительно пластиком, вот эти все выбросы принимать в расчет не хотят. Те же, кто занимаются вопросами обеспечения народа населения пресной водой, для тех вообще и пакеты, и те, и другие, это зло. И нужно, так скажем, уделять внимание, в первую очередь, многоразовой таре. Так что существуют еще и вот в этой области свои партии, и каждое лобби, каждая из которых пропихивает свои законопроекты и свои взгляды. Там, прежде в очередь, в Европе. Еще один звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Так я, наверное, что-то пропустил главное. Ведь вот вы в Финляндии упоминали толстый пластик. Вот у нас в Латвии все время пытаемся изобрести велосипед. Вот Кабанам сказал, закон надо издавать по маскам. Ну, то есть брать, значит, пример наглядный, оптимальный, самый умный, у нас никак не получается. То есть в Финляндии по пластику уже десятилетия, в Литве годы, а мы здесь, значит, все рожаем в муках. Понимаете? Вот или вы что-то говорили по поводу того, что Япония там неправильно, то есть люди же уже давно все отработали. Но ниже не хватает мозгов посмотреть, что вот здесь делают умные люди, и мы будем делать так же. Или я что-то не услышал, что-то пропустил? Да вот как раз, вы знаете, в том-то и дело. Потому что в Финляндии, в Японии ладно, на другом конце. И там менталитет, там другие люди. Но это серьезно, это очень большое имеет значение. Но те же финны, они, как говорится, подбоком, живут на берегах того же моря. И, в принципе, у нас, как говорится, общий исторический бэкграунд в очень большой степени. И, тем не менее, они вопрос возврата тары. И, кстати, самое интересное, что они отделяют вот эти вот методы от, так скажем, политической составляющей. Они, в первую очередь, исходят из того, что это интерес всего населения, независимо от социального статуса. Воздухом дышим все вместе, воду пьем все вместе. В конечном счете, мы хотим все вместе жить в чистой стране. Так давайте же все вместе будем принимать какие-то скоординированные усилия, как говорится, от каждого по возможностям. Еще сразу звонок. Здравствуйте. У меня маленькая реплика. Мы когда-то мешки шили из плащевки старой, из джинсовки, украшали аппликации, делали все. И это не считалось зазорным. Это даже если тебе такой мешок красивый подарят, это был хороший подарок. Спасибо. Вы знаете, самое интересное, что в прошлом году была статья в финских медиа, где говорилось о том, что уменьшить вред от пластиковых мешков можно одним очень простым способом. Складывать мусор в тот мешок, в котором ты принес продукты из магазина. То есть раньше как поступали? Один мешок, в этом мешке люди покупали, финны, добропорядочные продукты в магазине, приносили все это, а мусор скидывали в специальный черный мешок для мусора. И вот этот самый, условно говоря, там красный, желтый, белый мешок кидали тоже туда. Сейчас говорят, не надо. Экологичнее взять вот этот мешок, который ты принес из магазина, и туда, в этот мешок, бросить мусор. Таким образом, можно такой простой операцией сократить количество выброшенных мешков в целых в два раза. Ну вот пишут нам слушатели, что даже в Литве давно решена проблема тары. Стоят автоматы, маленькие геоски по сдаче тары. Вот соседи наши, получается, впереди нас. Литва у нас всегда была, надо сказать, в отношении, что в том, что связано с торговлей, впереди. Умеют они это делать. И еще тут реплика. Прекрасная фраза, забытая из 80-х. Ребята, пиво допьете, бутылочку оставьте. Вот, да, то, что было в 80-е годы. И еще одна реплика, пишет слушатель, в магазинах без упаковки есть возможность взять упаковку банки, которые оставили другие. Ну и дальше он пишет, что я бы с радостью платил чуть больше за упаковку, если бы знал, что ее можно переработать. Но мусорщики перерабатывают только пластик. Ну там определенный пластик, а вот весь творог в пластике, который не перерабатывается. Ну да, да. Ну вот дальше только остается разводить руками. И в принципе я считаю, что, конечно, у нас есть примеры. Дело другого рода, что вот меня очень насторожила вот эта идея о том, что давайте мы будем учитывать в том числе, допустим, синтетические сети рыбаков. Вот это меня насторожило. Потому что, по сути дела, рыбаки в Европейском Союзе и так находятся под большим прессингом, да. С другой стороны, опять же, нам как раз всем жителям Европейского Союза рекомендуется есть больше рыбы. И особенно в период ковида это очень полезно. Кушать рыбу. И вот как совместить, так скажем, необходимость широким народным массам, миллионам, 500 миллионов европейцев кушать рыбу регулярно. А с другой стороны, запретить рыбакам использовать синтетические сети. Ну, сети, сделанные из синтетических материалов. Вот это тоже очень интересно. И мне кажется, что зачастую, вот, так скажем, министерские работники, которые разрабатывают всевозможные постановления и законопроекты, должны были как бы объяснять. И продумывать дальнейшие последствия таких введений. Ну, то есть, рыба может подорожать, если рыбакам придется менять сети, менять оборудование. Это все придет. Это, так скажем, более экологичное оборудование. И дальше представьте себе политическую сторону этого дела, когда будут очередные выборы. И начнется разговор о том, почему мы беднеем. Мы беднеем потому, что занимаемся всевозможной ерундой. Давайте выберем тех, кто скажет, пусть у рыбаков будут хорошие сети, они наловят нам много рыбы. Посмотрите, какие рыбные войны идут между Британией и соседями на континенте. Все-таки это очень серьезная отрасль человеческой деятельности, о которой мы так здесь сидя в кабинетах мало задумываемся. И я так думаю, что нужно посмотреть, ведь существуют какие-то и другие источники. И ведь самое главное, пластик не сам прыгает в море. Мы его выкидываем. А выкидываем зачастую потому, что непонятно, куда его девать. Контейнеры стоят перегружены, их никто не забрал. Вот это очень важный момент, о котором тоже придется говорить. Ну что же, я вижу, что звонки не прекращаются. Думаю, что эту тему мы обязательно продолжим в следующих выпусках «Климат-контроля», раз она так вызывает такой вот отклик у людей. Константин Раунг сегодня с нами был на прямой связи, журналист и журналист, пишущий о науке, ученый. Спасибо большое, Константин. И до следующей пятницы. Всего вам доброго. День в день, час в час, минута в минуту. Радио. Болтком.